Сегодня 100 лет исполнилось казахскому радио. Вместе с внушительным юбилеем сотрудники и ветераны одного из старейших средств массовой информации в стране впервые отпраздновали свой профессиональный праздник. Напомню, поздравляю всех работников СМИ. В июне этого года глава государства Касамжмар Тукаев предложил объявить 1 октября официальным днем радио. Подробнее о том, как прошел юбилей отечественного радио, в столице расскажет наш коллега Ратмира Убакир. Ровно 100 лет назад впервые прозвучали позывные казахского радио. За вековую историю оно стало настоящим национальным достоянием и голосом целой эпохи. Сейчас казахское радио вещает не только в пределах Казахстана, но и в приграничных регионах соседних стран на семи языках. А подключиться онлайн к нашим радиостанциям можно из любой точки мира. На юбилейном мероприятии, посвященном столетию казахского радио, в центре внимания были ветераны радиообещания страны, те, кто своими руками и талантом создавали его историю. Я очень горд тем, что в 1969 году я диктором-практикантом вступил на должность такую, и до сих пор я работаю диктором, 52 года уже. Я учился, подражая, допустим, Ануарбику Байжимбаеву. И вот он говорил, у тебя голос Айбала, у тебя голос похож на меня, и так далее. Вот сейчас специфика другая, конечно. У нас была рамка определенная, и нельзя было отойти от этого. К слову, тему расширения рамок затронули и со сцены. Во время торжественного мероприятия в своем поздравлении министр информации и общественного развития Аида Балаева сообщила, что в целях расширения зоны вещания казахского радио принята дорожная карта развития государственной сети вещания в приграничных районах страны. Сегодня в рамках дорожной карты и в честь праздника мы подключили казахское радио в 40 аулах. В ближайшем будущем в приграничных районах более чем 400 аулах начнёт свое вещание радио «Шалкар». Первая радиостанция появилась в 1921 году в городе Оренбурге, на тот момент в столице Казахстана, по инициативе Ахмета Байтурсынова. Спустя пять лет казахское радио продолжило постоянное вещание в Казаларде, а радиостанция «Алматы» была открыта 1 мая 1931 года. «Золотой фонд отечественного радио» хранит более 100 тысяч записей, которые сохранились с 1948 года. Это музыкальные и литературные передачи, интервью и лекции, а также голоса исторических личностей Казахстана. «Мы учились у великих людей. Я очень счастлива присутствовать на 100-летнем юбилее того места, которому отдала 55 лет своей жизни». Оглядываясь назад, понимаешь, нынешнему поколению работников радиообещания, безусловно, есть с кого брать пример и продолжить 100-летнюю историю казахского радио новыми делами и достижениями. Ратмира Убакир, Мухаммед Али Талдабаев. Итоги дня.